Всем привет! Это Деньги24. Итоги. В конце недели мы собираем самые интересные и актуальные вопросы из мира экономики и личных финансов. И вместе с вами пытаемся найти на них ответ. И главное, делаем это максимально просто и понятно. Поехали! Центробанк после долгой паузы снова повысил ключевую ставку. Почему? То, что в июле Банк России будет повышать ключевую ставку, еще месяц назад предсказывали большинство аналитиков. Да и прямым текстом намекал сам Центробанк. Интрига была в том, каким именно будет это повышение. И вот она разрешилась. Напомню, ЦБ начал активно повышать ставку в прошлом июле в надежде победить распоясавшуюся инфляцию. С декабря 2023 года она держалась на уровне 16% годовых. Но эффекта это не принесло. Так что сейчас ставку подняли еще до 18% годовых. Как работает ключевая ставка? Это ориентир для банков. Отталкиваясь от нее, банки устанавливают свои ставки по вкладам и кредитам для населения и бизнеса. То есть, повышая ставку, Банк России повышает стоимость денег в стране. Сберегать становится выгоднее, а тратить и брать кредиты наоборот дороже. В чем, по мнению ЦБ, проблема? Сейчас в стране высокий совокупный спрос. То есть, со стороны государства, бизнеса, населения. Но вот предложение подкачало. Бизнес не может производить еще больше, не хватает людей. Да и производительность труда хромает. А импорт не может это компенсировать. Из-за санкций проводить платежи и доставлять товары в страну стало сложнее и дороже. Это ведет к тому, что цены на товары и услуги начинают расти. Если ориентироваться на данные Министерства экономического развития, то сейчас инфляция в годовом выражении составляет 9,18%. При этом показатель наблюдаемой инфляции, то есть как рост цен видят и чувствуют потребители, в полтора раза выше. Как на это реагируют люди? Они видят, цены растут. То есть, как бы не увеличивалась зарплата, человек понимает, что реально богаче он не становится. Ну и какой ему тогда смысл копить деньги? Он начинает их тратить. А многие решаются на дорогую покупку машину или квартиру пока еще сильнее не подорожало. И берут для этого кредит. И то и другое опять же ведет к росту спроса. Возникает замкнутый порочный круг. Собственно, ЦБ высокой ставкой и пытается стимулировать людей не тратить, а копить деньги. Ставки по банковским депозитам сейчас приблизились к 17% годовых. И, видимо, в ближайшие пару недель ставки еще подрастут. В целом, действия регулятора вполне логичные. Вот только есть нюанс. На инфляцию сейчас влияет не только совокупный спрос. С 1 июля по всей стране выросли тарифы ЖКХ. Из-за высокого сезона и плановых ремонтов на НПЗ растет стоимость бензина в опте. А это значит, логистика дорожает. Сезонные овощи и фрукты, по идее, должны дешеветь. Но этого не происходит, так как продавцы закладывают в цены потери от холодного мая и засуху в июне. Может ли ЦБ хоть что-то со всем этим сделать своей ключевой ставкой? Дайте-ка подумать. Нет. На рынке аренды жилья в Москве настоящий ажиотаж. Что происходит? Цены на съем жилья в Москве резко выросли. Это отмечают многие профильные агентства. Вот последняя статистика. По данным ЦИАН-аналитики, ставки аренды однокомнатных и двухкомнатных квартир сейчас в среднем на 40% выше, чем год назад. Стандартную однушку можно снять за 61 тысячу рублей. Двушку за 105 тысяч. Причем самый активный рост зафиксирован в последние месяцы. Хотя, казалось бы, середина лета, мертвый сезон. Но нет. Это раньше арендаторы спохватывались в последний момент и начинали искать жилье во второй половине августа. Сейчас все стали умнее и ищут жилье заранее. Несмотря на бурное строительство жилья в Москве, на рынке аренды по-прежнему дефицит предложения. Так что хорошие варианты, по словам риэлторов, улетают за несколько часов. Причин роста стоимости аренды сразу несколько. Во-первых, высокие цены на покупку жилья. За пять лет недвижимость в Москве подорожала в полтора раза. Во-вторых, высокие ставки по ипотеке. На вторичку они запретительные под 20% годовых. Ипотеку с господдержкой под 8% свернули. А остальные льготные программы сильно ужесточили. В-третьих, многие компании все активнее возвращают людей в офисы с удаленки и отказываются сотрудничать с теми, кто работает из-за рубежа. Это тоже повышает спрос на аренду жилья в Москве. И, как считают эксперты, как минимум до конца лета цены на аренду будут и дальше расти. По сути, можно констатировать, что в Москве снова установился рынок арендодателей. Они теперь могут устанавливать цены, диктовать условия и выбирать сразу из нескольких кандидатов. При этом, в период такого ажиотажа активизируются мошенники. И в ход идут даже самые бородатые схемы. Например, информационные услуги и плата за бронь. Их суть простая. Хитростью выманить у вас предоплату. Поэтому не отдавайте никаких денег, пока не придете в квартиру и не получите ключи от хозяина. Ну и теперь к выводам. Если вы ищете квартиру, удачи вам в поисках. Дело это непростое и небыстрое, но решаемое. Если вы уже снимаете квартиру и она вас устраивает, держитесь за этот вариант. Вовремя перечисляйте аренду и заботьтесь о жилье. Тогда есть шанс, что хозяин квартиры не будет повышать вам стоимость. Ведь хорошие жильцы, как и хорошие квартиры, тоже ценятся и они всегда в дефиците. Арендодатели за таких тоже обычно держатся и готовы идти на уступки. АЗС жалуются, что продают топливо в убыток. Это вообще как с такими-то ценами? Ситуация, мягко говоря, странная. Со мной стороны, по данным Росстата, с начала года литр бензина на заправках подорожал где-то на 5%. Это даже меньше официальной инфляции. Если смотреть на цены в столице, то по данным Московской топливной ассоциации, средневзвешенная цена литра 92-го бензина составляет примерно 53,5 рубля. А и 95 в среднем продается по 59 рублей 17 копеек. А дизель почти за 65,5. С начала года рост как раз в пределах 5%. С другой стороны, как подсчитали в исследовательской группе PetroMarket, маржа заправок с каждого проданного литра 95-го бензина сейчас составляет минус 1 рубль 20 копеек. По 92-му и дизелю разница пока еще плюсовая. Тут все дело в том, что с начала года биржевые цены на бензин выросли почти на 80%. Если в начале года тонна топлива стоила чуть больше 40 тысяч рублей, то сейчас уже свыше 75 тысяч. И большая часть этого роста пришлась на последние два месяца. А оптовые цены так или иначе транслируются и в цены на заправках. Именно рост цен в опте и рождает убытки в рознице. По негласному соглашению нефтяников и правительства цены на АЗС не должны превышать инфляцию. Еще в начале июля вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и Федеральной антимонопольной службе внимательно за этим следить. В чем же причина роста оптовых цен? Их пять. Во-первых, сейчас высокий сезон. Отпуска спрос на топливо вырос. Вторая причина связанная с этим. Авторынок более-менее пришел в себя. Продажи идут. В-третьих, до начала августа не действует запрет на экспорт бензина, из-за чего, понятное дело, выросла отгрузка топлива за рубеж. В-четвертых, у НПЗ выросли издержки на обслуживание и ремонт. Это связано как с санкциями, так и с атаками беспилотников. Ну и в-пятых, как раз на фоне постоянных проблем у НПЗ сократилось производство горючего. По данным Росстата, в первом полугодии оно упало на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По дизелю ситуация лучше. Сокращение составило всего 3%. Как говорят участники рынка, когда запрет на экспорт снова вступит в силу, предложения на рынке стабилизируются. Но свои потери нефтяники будут отыгрывать. Так что до конца года бензин еще подорожает. Как минимум на тот самый уровень инфляции. А это где-то еще процентов 5. В лучшем случае. Банки начнут по новым правилам возвращать клиентам деньги, украденные мошенниками. Как это будет работать? На этой неделе заработали новые требования ЦБ к банкам по борьбе с телефонными мошенниками. Теперь, если банк мог предотвратить потерю денег клиентам, но не сделал этого, он обязан будет эти средства человеку вернуть. Как будут работать новые правила? У каждого банка есть свой черный список реквизитов, которые засветились в мошеннических операциях. И банк может заморозить перевод, если видит, что в нем задействованы эти номера телефонов или счетов. Аналогичные списки могут быть у разных сторонних организаций и правоохранительных органов. Все, что нужно, свести это в единую базу. И она создается в рамках специального подразделения Банка России Финцерт. То есть, если хоть один раз реквизиты жуликов засветились и были переданы Финцерт, доступ к ним будет у всех банков. Кроме того, Центробанк расширил список признаков потенциальной мошеннической операции. Если клиент банка совершает перевод, подпадающий под один из этих критериев, то операция должна быть приостановлена до дальнейшего разбирательства. Вот эти признаки. Счет или номер телефона, по которому идет перевод, внесен в черный список мошенников от Центробанка или же в аналогичные списки коммерческих банков. При переводе используются устройства, которые есть в этой же базе. И сама операция не соответствует переводам или действиям, которые регулярно совершает клиент. Еще один признак. В отношении получателя средств возбуждено уголовное дело. Причем банку эту информацию могут предоставить не только правоохранительные органы, но и клиент банка или другое заинтересованное лицо. Ну и вдобавок банк должен учитывать данные о мошенничестве, поступившие от сторонних организаций. К примеру, от операторов связи, если клиент банка проявляет нехарактерную для него активность. Например, долго разговаривает с неизвестным номером. Что касается возврата денег, похищенных мошенниками, то по новому закону, если банк получает от клиента заявление с требованием вернуть украденные средства, то кредитная организация обязана это сделать в течение 30 дней. Но только при наличии одного из условий. Первое. Реквизиты, по которым перевели средства, были в черном списке ЦБ. Но банк это проигнорировал. Второе. Банк не уведомил клиента, что идет перевод денег, на который он не давал согласия. И третье. Клиент сообщил банку, что его карта украдена или утеряна, но кредитная организация допустила по ней списание. Центробанк раскрыл новую систему определения курсов доллара и евро. Как все устроено? После того, как московская биржа в середине июня попала под западные санкции, курсы доллара и евро стали рассчитываться банком России на основе внебиржевых торгов. Их суть максимально простая. В течение дня банки продают и покупают валюту у импортеров и экспортеров и торгуют между собой. Именно что валютой. Эти данные по объему и по курсу сделок стекаются в Центробанк. И регулятор на их основе считает среднее значение курса, которое и публикует у себя на сайте. Это теперь и есть официальный курс, на который ориентируются участники рынка. По сути, курс валюты определяется спросом и предложением, а различного рода спекуляции практически полностью исключены. Однако при этом остается риск манипуляции курсом. Но ЦБ учитывает и этот момент. Сделки с долларом и евро, которые существенно выбиваются из общей картины валютных торгов, исключаются из расчета курса. У ЦБ для этого есть сложная формула. Но на пальцах работает это так. Обычно сделки в течение дня идут в более-менее четком диапазоне курса, который устраивает всех участников рынка. Но иногда валютная операция может выйти за границы этого коридора. Может незначительно на копейку-другую, а может быть и на несколько рублей. Такие сделки чаще всего единичные, но и они способны влиять на курс. И чтобы этого не происходило, ЦБ как раз эти эпизоды при расчете курса учитывать не будет. Этот механизм поможет регулятору снизить риск манипуляции. К примеру, у одного из игроков рынка есть валютные активы. И он хочет их продать за рубли по курсу на день сделки. Он заинтересован в том, чтобы доллар стоил дороже. Этот игрок договаривается с каким-нибудь из своих партнеров, и они на вне биржи начинают производить сделки с долларом по курсу выше рынка. ЦБ видит эту историю и отсекает эти сделки, не учитывая их при расчете официального курса. Такой метод дает возможность сделать курс менее волатильным и более приближенным к рыночным условиям. Госдума начала рассматривать законопроекты о криптовалютах. Что в них написано? На этой неделе в первом чтении прошло рассмотрение законопроекта, который будет регулировать майнинг. Сейчас логика закона такова. Добыча криптовалюты полностью легализуется и для физиков, и для юриков. Но с условиями. Для юриков и пешников будет создан специальный реестр майнеров. Куда еще нужно попасть? Плюс правительство получает возможность ввести запрет на майнинг в отдельных регионах. В целях экономии электричества. Криптовалюты в России сейчас максимально важны. Это возможность расплачиваться за импорт в обход санкций. Плюс потенциально весьма неплохое пополнение для бюджета. По данным Ассоциации промышленного майнинга, за прошлый год в России добыли 54 тысячи, одних только биткоинов, на сумму в 3,5 миллиарда долларов. И по прогнозам участников рынка, объем майнинга в этом году может вырасти на 20-40%. Правда, до уровня Соединенных Штатов нам пока еще далеко. Майнеров так или иначе заставят платить налоги. Что физикам, что юрикам придется отчитываться о добытой крипте и предоставлять в Росфинмониторинг данные о том, где и сколько крипты хранится. Это позиционируется как способ избежать отмывания нелегально полученных доходов. А еще это первый шаг к налогообложению отрасли. Но при этом новый законопроект запрещает любое обращение криптовалют в стране. Нельзя создавать криптобиржи и обменники. Запрещено продавать крипту, ровно как и оплачивать в ней сделки. За одним исключением. В Центробанке предлагают ввести специальный экспериментальный правовой режим для внешнеторговых операций. Сейчас такой законопроект как раз готовится. В рамках эксперимента Центробанка будет создан некий посредник, который сможет покупать крипту, добытую майнерами, а затем передавать ее компаниям, которые занимаются импортом. И они уже получат право для покупки и продажи товаров с помощью криптовалют. Минфин с этим не согласен. Там предложили убрать из законопроекта запрет на обращение крипты в России и расширить эксперимент Центробанка, разрешив торговать криптовалютой на бирже. Мол, так будет удобнее и быстрее для всех участников рынка. Судя по всему, депутаты прислушались и ко второму чтению норму о запрете торговли криптой решили исключить. Но это не первая правка и, судя по всему, не последняя. В России ограничат деятельность финансовых пирамид. Каким образом? Центробанк продолжает свой крестовый поход против финансовых пирамид. Суть нового закона, который был принят на этой неделе, достаточно простая. Если ты создаешь некую компанию, которая оказывает финансовые услуги бизнесу или населению, то ты должен пройти разные процедуры. А главное, встать, ну, так сказать, на учет в ЦБ. Регулятор берет тебя под надзор и смотрит, чем таким ты там занимаешься. Но что делают мошенники? Эти нехорошие люди создают некую компанию, которая как бы к финансам не имеет отношения. Услуги по консультации или чему-то такому. Вроде как Центробанку не поднадзорно. А далее главная задача за максимально короткий период времени – собрать людей как можно больше денег, разумеется, обещая баснословные прибыли. Это нужно сделать, пока ЦБ и правоохранительные органы не докажут, что услуги, которые оказывает компания, ну, не совсем легальны. После чего быстренько обкэшатся или вывести деньги из страны и скрыться в неизвестном направлении. Лучше всего туда, где не выдают преступников и, желательно, с хорошими пляжами. К примеру, по итогам 2023 года ЦБ выявил 2944 субъекта с признаком финансовой пирамиды. А только за первый квартал этого года регулятор обнаружил 728 аналогичных проектов, в том числе в соцсетях и мессенджерах. Причем интернет-проектов, которые похожи на пирамиды, стало на 70% больше, чем год назад. Теперь же по новому закону. Если нехорошие люди создают такую вот пирамиду, они не могут привлекать деньги от физических лиц в качестве инвестиций. То есть, как бы ты там себя не называл и чего бы ты не придумал, если ты не встал на учет в ЦБ, а привлекаешь деньги, это уже нарушение закона. И крепкие ребята в масках с надписью «ОМОН на спине» очень быстро объясняют тебе, что так делать неправильно. По новым нормам средства физлиц могут привлекать только организации, деятельность которых отслеживает Центробанк. Например, банки или финансовые и страховые компании. Организации, которые не находятся под надзором регулятора, смогут получить деньги граждан только если в обмен граждане получат реальные акции или облигации существующих компаний. По идее, этот закон поможет регулятору навести порядок на этом рынке. Но и нам самим бдительности терять нельзя. Если пишут в Телеграме «вложи немного денег и заработаешь много» – сразу в бан. Почти половина россиян страдает на работе от скуки. Почему? Для кого-то, скорее всего, для тех, кто работает руками, на заводах и на производствах, результаты опроса портала работа.ру покажутся странными. Но тем не менее. 45% россиян признались, что так или иначе, кто-то регулярно, а кто-то периодически скучают на работе. Примерно столько же свою работу скучной не считают. И, судя по всему, только 8% опрошенных нормально работают, потому что у них нет времени думать о том, скучно им или нет. В чем же причина скуки трудящихся? Главное – монотонная работа и отсутствие интересных задач. Людей можно понять. Посудите сами. Изо дня в день приезжать в кондиционируемый офис, пить кофе, строчить электронные письма, потом идти на обед, после чего брать телефон и звонить клиентам. А все ради того, чтобы заработать деньги. Это утомляет. А, скажем, сменить деловой костюм на рабочую робу и заниматься у заводского станка чем-то действительно интересным, поднимать экономику страны – это достаточно смелый шаг по выходу из скучной, но привычной зоны комфорта. Но такое пойдут не все. Также работники отмечают, что скучают, если не признают их достижений и не дают карьерного роста. А главными симптомами скуки для сотрудников являются отсутствие желания работать, апатичность, депрессивность и недостаток энтузиазма. И чтобы бороться с этим, трудящиеся используют простые рецепты. Стараются больше отдыхать и меньше перерабатывать, а также почаще делают перерывы во время работы. С одной стороны, можно продолжать иронизировать. С другой – профессиональное выгорание часто случается среди работников умственного труда. Поэтому ценные кадры – важнейший ресурс. Нужно холить или леять. Человек может держаться на работе за деньги, но для того, чтобы по-настоящему вкалывать, ему нужна мотивация. И вот это задача управленца. Стоит помнить, на текущем рынке работник реально может уволиться и без особых проблем найти себе другую работу. А вот сможет ли компания найти равноценную и мотивированную замену? Об этом стоит подумать. На этом все. Но, если у вас остались вопросы, то переходите в наш Телеграм-канал. Возможно, там вы найдете ответы. А если нет, то напишите нам в комментариях. А еще все наши выпуски доступны на сайте m24.ru. Там все, что вам нужно знать о рубле, кредитах, налогах и экономике. Оставайтесь с нами и не теряйте деньги. Деньги 24. Субтитры сделал DimaTorzok